Всем привет! Предлагаю еще раз всем друг другу, собравшимся, поаплодировать, только подромче, что мы здесь наконец-то собрались и сейчас послушаем что-то интересное. Отлично. Сейчас краткий анонс того, что сегодня будет, и дальше быстро к делу. Что вас сегодня ждет? Конечно, вас ждет сегодня много, надеюсь, успею сказать почти все, много интересной гимфы. То есть она, в основном, практическая. Взял и сделал. То есть, фактически, если вы все сделаете правильно, то в конце месяца или даже раньше можете получить свою работу и, как минимум, стажировку в первое место в любом, в принципе, в российском. Москва, Питер, Беларусь, все что угодно. Потом вы сегодня узнаете, где скачать бесплатный курс, и как вообще пройти бесплатный курс, который называется «Пиарщик на прокачку». Может быть, кто-то уже о нем слышал? То есть, я столкнулся с такой проблемой. К нам приходят на стажировку студенты или великовозрастные студенты, и их надо все время заново обучать было. То есть, потому что их учили в ВУЗе, обычно вообще не котируется. К тому, что их учили на их практике, ну, там, допустим, мы их учили носить, так не знаю, бумажки от одного стола к другому, тоже как бы не очень. Ну, и мне обучать, ну, как бы быстро прогонять, там, пять лет. Как бы пять лет у меня нет. Поэтому, придумал, записал за пять дней пять уроков. Пять аудиоуроков, которые, соответственно, рассылаются через день, через три дня. То есть, как предыдущие прослушали, приходят следующие. Фактически за пять уроков, по полчаса каждой примерно, вы научитесь тому, чему учатся, ну, по моим отзывам, те же пять лет фактически. Да, то есть, там все будет, даже вы учитесь не того, вы учитесь другому, потому что, ну, реально нужно. Не хочу говорить, не знаю, чему вас учат и как на вашем факультете, но, к сожалению, сложилась такая, как бы, мысля, что, ну, студенты-пиарщики, их лучше никогда не брать, потому что связь с общественностью – это, как бы, не специальность. То есть, все работодатели в основном так думают, с кем я не общаюсь. Хотя при этом, при этом у меня, первое место небольшое, там, пять человек, и, в принципе, ну, четверых образование именно связи с общественностью. То есть, я знаю все эти реалии, и, тем не менее, все у меня, все мои сотрудники, коллеги, они с дипломами именно связи с общественностью. Вот, приветствуется, конечно, дальше уже, там, философская степень или какая-нибудь другая кандидатская степень, это уже как плюс. Вот, поэтому шансы, шансы есть. Вот, так вот, этот курс, соответственно, вы знаете, как, где пройти. Вот, это будет такой ваш бесплатный пропуск в мир пиара. Конечно, будут и платные пропуски в мир пиара, и о них я тоже сегодня расскажу. Может быть, кого-то заинтересует и это. Кому-то даже и пяти дней будет много, там, это, пять дней, это слишком долго, давайте месяц за один день. Такая возможность тоже будет предоставлена. Но об этом позже. Что еще сегодня вас ждет? Вас сегодня ждет участие в пиар-акции. То есть, вы сегодня побываете в центре событий. Я вам хочу расскажу, что я придумал. То есть, эта история уже идет, там, с начала осени. И сегодня, как бы, вам будет дать шанс в этой пиар-акции поучаствовать, проявить себя. Задание небольшое, зато вы рассветитесь. Пожалуйста, пишите этот проект себе в портфолио. Вот, я буду только за. Вот, и что еще вас сегодня ждет? Надеюсь, вас ждет сегодня перспектива, которую вы увидите, прослушав сегодня, соответственно, все, все выше. Точнее, то, что, короче говоря, расскажу, вам поможет. Очень на это надеюсь. Кто пришел сегодня сюда и знает, зачем он пришел? А кто не знает, зачем он пришел? Так, а кто еще не определился? Ну, если понравится, то окей. Если не понравится, то и ничего страшного. Отлично. Отлично. То есть представители разных групп у нас есть. В принципе, для всех будет сегодня. Будет что послушать. Все учатся на связи с общественностью, правильно? И рекламой. Кто еще начал? Кто еще? Кто еще? Журналисты. Журналисты, да. Но журналисты, честно говоря, если вы будете меня слушать внимательно сегодня, то вам меня захочется прибить. После того, что я расскажу, как мы издеваемся над журналистами. Это вот... А, блин, вы из меня отступитесь, пиарщики, надеюсь. Нет, не пиарщики. Пиарщики, да. Только кто пиарщики. Вот, я на вас сегодня надеюсь. Защитите меня от журналистов, если они на меня попросят с кулаками. Пиарщики. Значит, смотрите, что нам нужно заполнить, заполнить и заполнить для начала. Ну, во-первых, то, что я говорил, бесплатный курс практического пиара, гранжик на прокачку. Оставляйте свой... Да нет, для начала так. Заходите на сайт 1piarem.ru 1piarem.ru Отматывайте вниз и вот сюда вводите ваше имя. И вот сюда вводите ваше мейл. Нажимаете «Получить». Потом к вам приходит подтверждение на почту. Вы получаете уроки, скачиваете, слушаете, втыкаете. Что там вообще, о чем. Кстати, старшие коллеги прошут просить меня разговорный язык. Я так общаюсь могу и что-нибудь еще покрепче иногда сказать. Когда увлекаясь. Вот. Значит, это первое, что вам нужно запомнить. 1piarem.ru Второе, что вам нужно запомнить, это то, как меня зовут. Кто знает, как меня зовут? Вот так. Кто сказал Иван Петрович? Нет. Значит, выбирайте мое имя ВКонтакте, находите меня там, оставляйте заявку «Друзья». И я на все неделю зайду, и всем, кто попросился в «Друзья», пораулюю бесплатную книжку, бесплатную на скачку подаем «12 способов пиар-сталка с нуля». Там будет, конечно, не 12 способов, там будет поменьше, это такая, чтобы полегче, весело. Но самое основное, там будут приведены. Книжка бесплатная, то есть вы ее скачаете и будете ее у себя привнять. Кстати говоря, кто будет сегодня внимательно все слушать, тот, в принципе, сможет уже, ну, сегодня, после части пиар-акции, да, и дальше, в течение недели, фактически открыть свое маленькое пиар-агентство в своем выводе, удаленное, вообще, где угодно. Вот. Это будет вашим первым шагом. Что это даст, я вам тоже позже расскажу. Вот. Это для внимательных. Для невнимательных, ну, кто может быть, не знает, значит, как работает интернет, или, может быть, те, кто сегодня ничего не решил не записывать принципиально, есть такие люди, в принципе, я ничего не буду записывать, нафиг мне надо еще там грузить себя. Вот. То есть, ну, есть ленивые, да, товарищи. Специально для вас, специально для вас, я все продумал. Я вам сейчас оставляю листочки, вы сюда пишите вашу фамилию, ваш e-mail, телефон по желанию, вот, первый графон не заполняете, тоже потом объясню для чего. Вот, фамилия, e-mail, телефон. И, соответственно, после, после лекции вам будет, так, тут спят уже, продъем, подъем. Значит, после сегодняшнего мероприятия, как я приеду в Москву, соответственно, вам будет выслана запись аудио, того, что сегодня здесь творилось. Вот. Кто будет еще раз прослушать, переслушать, соответственно, у вас такая возможность будет. Для этого пишите сюда, кто, опять-таки, этого хочет. Вот. Это такая у нас вводная часть. Значит, к чему вообще вам нужно стремиться, по идее, чтобы быть крутым пиарщиком, да, или, по крайней мере, себя таковым преподносить. Вам нужно хорошее портфолио. Да, ну, прежде чем вам сказать о портфолио, я вам покажу то, чем мы занимаемся. В последнее время мы занимаемся, ну, кто-то называет это crazy пиар, кто-то называет это взрослой пиар, и это называют реальным пиаром. То есть он нескучный, веселый, зажигательный от него, кстати. Вот каждая акция длится три дня, и по прошествии трех дней все участники пиар-акции, и клиенты, и исполнители, актеры, все худеют. Потому что такой нервяк, что приятный, приятная нервотребка, что такой повышенный эффект наблюдается, все после них худеют. Вот. Ну и, соответственно, все окружающие, и от них тоже худеют, только без куклы дали. Потому что это... Сейчас вы увидите, что. Пару роликов вам покажу. Собственно, то, что творилось в последние два года в прямом эфире. Текст. Спасибо. 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 В общем, она рассказывает, как это круто, когда летят помидоры и яйца в нее. То есть, как это нравится, какой-то заряд позитива, от этого еще улучшается цвет лица, когда яйца и помидоры попадают. Это была раскрутка литературного произведения. Суть в том, что мы запретили ее книжку и у нее взлетели продажи. Алексей Булдаков. Лимузинов здесь ровно пять. Ни один лимузин не пострадал. Новые сняты, старые, прилепленные на скотч. Кутужеский проспект. Приписанте, Джентльфэй, никто не пострадал. По настроению действия, и по обязательно. Кутюрская, и прощу, и прощу. Дальше. Все лимузины, если вы заметили, были обклеены фирмой нашего клиента, серпентолог, который занимается чем? Актеров не нашлось, пришлось не самому исполнять роль. Товарищ, который потерял питон в офисе переводческой компоненты. Это я на ходу придумываю. Питоны были подброшены в офис, и туда слетелись все-все-все журналисты, которые потели посмотреть питонов в офисе, как будто они их раньше нигде не видели. Я их тоже сам нигде не видел, но я их даже вроде не боялся брать. А это у нас, нет, это не Челябинск, это Беларусь. Белорусское телевидение передает из Москвы, как под конец света продавались в интернете купоны на индульгенции. Здесь конец света, родные страшинки, и все по-моему переходит к сайту нашего клиента. Вот этот сайт. Ну, здесь, в общем, припределить все, что можно, нам только плюс. Это конец света, да. Вот. Ну, это вот вкратце. Еще вот такая была прикольная штука. Я тут видел, и товарищам понравилась картинка, которая открылась почему-то по вопросу пиар. Вот. Был еще такой проект. Здесь, сразу скажу, делали его не мы полностью, мы делали его пиар сопровождение, в результате которого компания выдала каннских львов. КОНЕЦ 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 БЫБЫБЫЗАЯТ